Атераусский газохимический комплекс после планового ремонта увеличил объемы производства. За 25 дней здесь произвели 35 тысяч тонн полипропилена. В сентябре завод перешел на технологический режим и теперь производит 1500 тонн продукции в день. Пусконаладочные работы на газохимическом комплексе KPI шли более двух месяцев. Плановый ремонт обеспечил готовность всех объектов к дальнейшим гарантийным испытаниям и достижению проектных параметров производительности и качества. Завод способен производить до 550 тонн полипропилена в год. Сейчас, когда одновременно работают четыре эстакады, есть возможность получать 1500 тонн продукции в день. Полученное сырье предоставляют на внутренний рынок и экспортируют за рубеж. В ноябре коллектив предприятия отметит год со дня официального запуска первого в стране комплекса по производству полипропилена. В компании работает 631 человек, а в подрядных организациях порядка тысячи работников. Многим непонятно, почему только что запущенный завод остановился на ремонт. Но это обычная практика для любого механизма или производства. Спустя несколько месяцев работы, проверить и сделать профилактику всех агрегатов. Иными словами, это была плановая остановка. Так делают во всем мире. В производстве KPI для упаковки граммов полипропилена имеется четыре упаковочных машины. А поскольку в четвертой линии не было необходимости, до сентября месяца у нас работало три линии. На текущий момент, на сегодня, у нас все четыре линии работают, как вы сами видите. И ежедневные планы выполняем. Взаимный товарооборот России и Индии составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с председателем Народной партии парламента Индии, спикер Совета Российской Федерации отметила, что торгово-экономическое сотрудничество стран в последнее время развивается очень активно. Оценивая роль парламента в двух стран, Валентина Матвиенко отметила, что они должны помогать в проведении жизнедоговоренностей, направленных на взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество. Также, по слову Матвиенко, в России была создана парламентская группа «Дружба Федерального собрания» и парламента Индии. Ранее Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народа власти и Государственного совета Республики Куба заявила, что объем торговли России с Кубой вырос в шесть раз. Очень активно в последнее время развивается наше торгово-экономическое сотрудничество, взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз. Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объем взаимного товарооборота, но потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере. В Беларуси продолжают совершенствовать законодательство. На заседании 10-й сессии Палаты представителей рассмотрели полтора десятка вопросов. Все они важны для комфортной жизни общества и государства. Несколько законопроектов уже приняли в первом чтении. Один из них коснулся деятельности религиозных организаций, совершенствует деятельность органов прокуратуры. Проект закона утвердили в первом чтении. Он закрепляет право прокурора использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющие звука, видеозапись и фотосъемку. Также в стране усилен профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Утвердили проект об охране озонного слоя. Во втором чтении документ о комплексной корректировке гражданского законодательства. На рассмотрении депутатов, новации законопроекта о страховой деятельности и мелиорации земель. Один из самых ожидаемых и обсуждаемых об ответственном обращении с животными. Над ним работали полтора года. После ряда резонных случаев настало время упорядочить правовую базу и усилить ответственность владельца. После парламента документ вынесут на всеобщее обсуждение. Законопроект коснется кодексов уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного. Целью данного законопроекта является установление особого порядка для принятия мер безопасности и лечения у лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности или свободы, страдающих педофилией. Распространяется он на совершеннолетних, которые совершили указанное преступление в отношении лиц, которые не достигли 14-летнего возраста. Установление превентивного надзора в отношении лиц, которые совершили данную категорию преступлений, причем если эта категория будет тяжких, особо тяжких, то превентивный надзор не может быть прекращен ранее трех лет после отбытия основного вида наказания. Международный валютный фонд увеличил капитал по борьбе с бедностью до 30 миллиардов долларов. Об этом сообщило руководство МВФ. Средства будут направлены на сокращение бедности и содействие экономическому росту. На текущий момент фонд оказывает помощь 30 государствам. По словам директора организации, с начала пандемии объем беспроцентного кредитования увеличился в пять раз и принес пользу 56 странам. Цель удалось достичь благодаря взносам около 40 государств. В ближайший год капитал фонда может вырасти до 40 миллиардов долларов, отмечают эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова